Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в мою кофейню рецепты и истории. Итак, для начала нам нужно поговорить с Татьяной. Вы видели Клайда сегодня? Да, а в чем дело? Разве вы не заметили? Мистер Боуэн весь какой-то взъерошенный, а на его шляпе здоровенное темное пятно. Поговорите с ним, у Клайда явно что-то случилось. Хорошо. Клайд, что за пятно на вашей шляпе? Вот черт, я его и не заметил. Хорошо, что я еще жив и отделался только этим пятном. В чем дело? Что-то случилось? Давайте так, вы нальете мне чай с женьшенем, гуараной, лимоном и мятой, а я расскажу вам мою историю. Да без проблем. Ваш чай с женьшенем, гуараной, лимоном и мятой. Ух, спасибо. Не думал, что переезд отнимет у меня столько сил. Руководить перевозкой вещей ничуть не легче, чем таскать их самому. Вы съезжаете от Прокофья? В чем дело? Я же не слепой. Вижу, что у них там происходит. Возрождение отношений, влюбленность и прочая романтическая чушь. Как говорят, третий лишний. Так что-то случилось во время переезда? Из-за чего у вас пятно на шляпе? Вторая причина моего переезда, ровно как и причина появления пятна, Алиса. Сегодня я чуть жизнью не попрощался из-за нее. Это как? Сидим мы утром с Прокофьем на кухне, сварили кофе, выставили кофейник на поднос, ждем, пока приготовятся тосты. Заходит Алиса и на ровном месте спотыкается. Чтобы не упасть, она хватается за штору. Естественно, штора отрывается вместе с карнизом. Ужас какой! Это еще ничего. Карниз падает на тостер. От такой неожиданности чертова машина решает, что тосты надо выстрелить, как из пушки. Они рикошетом попадают в шкаф с посудой. С такой силой, что одна из кастрюль падает вниз, ровненько на поднос с нашим кофе. Поднос срабатывает, как катапульта. Я получаю кофейником полбу, мой лучший костюм испорчен, а возле уха из стены торчит нож и вилка. Какое неудачное совпадение. И так постоянно. Алиса не женщина, а ходячая катастрофа. Вокруг нее все ломается, падает и взрывается. Можно даже сказать, я не переезжаю, а бегу. А что думает по этому поводу про кофей? Это вы у него спросите. Он, кажется, ничего этого не замечает. Сейчас спросим. Клайд сообщил, что он съезжает от вас. Это очень тактично с его стороны. Так у вас с Алисой все налаживается? Хммм... Вы меня немного смущаете. Не стоит забегать вперед. Ни я, ни Алиса еще ни в чем не уверены. Тем более, нужно уладить один момент. Поделитесь? Сегодня Алиса решила, что должна срочно вернуться в Китай. Она считает, что только так может покончить со своими неудачами. Честно говоря, за это время, что Алиса гостит у меня, случилось столько нелепых случайностей. Вокруг Алисы действительно все рушится и взрывается? Эх, немного рисковато, но в целом доля правды в этих словах есть. А при чем тут путешествие в Китай? Не знаю. Мне она не говорит. Может, вам скажет. Сейчас мы с ней поговорим. Алиса, Прокофьев сказал, что вы собираетесь вернуться в Китай. Да. И как можно скорее, это мой единственный шанс на спасение. Спасение от чего? Ох, вы мне не поверите. Эх, дело в том, что я проклята. Это имеет какое-то отношение к неприятностям, которые постоянно с вами случались? Не случались, а случаются. Я притягиваю к себе несчастье. После того, как вы с Мэри вызвалили меня, стало получше. Так, мелочь всякая. То поскользнусь, то стукнусь об угол какой-нибудь. Но сегодня пострадал Клайд. А завтра это может оказаться Прокофий. И что, если все не обойдется шишкой и испорченным костюмом? В Китае есть что-то, что должно вам помочь? Кто-то. Я должна была встретиться с одним монахом-отшельником. По слухам, этот мудрец уже помог нескольким людям со схожими проблемами. Было немного безрассудно отправляться одной в такое опасное путешествие, полагаясь только на слухи. В тот момент я об этом не думала. Я... Ох... Мы можем продолжить наш разговор немного позже. Я немного разнервничалась. Конечно. Кстати, мне было бы интересно услышать про путешествие от вас. Приготовьте мне горячий шоколад зимний вечер. Он поможет мне успокоиться, и я отвечу на ваши вопросы. Договорились. Ваш горячий шоколад зимний вечер. Пейте и рассказывайте. Да. На чем мы остановились? Вы отправились в Китай на поиски некоего мудреца. Та еще выдалась поездка. Вы же в курсе большей части моих злоключений, верно? Да. Но остался один вопрос. Почему вы выскочили на мэри с самодельным копьем? Хе-хе, скорее это была заточенная палка. На полпути к жилищу мудреца я встретила Тигра. Копье предназначалось ему. Ого, и вы уцелели после такого? Он не нападал, а просто не пускал дальше. Честно говоря, я его даже толком и не видела. Но как только я пыталась подняться в горы, Тигр начинал рычать и шуметь в кустах. А как только отступала, Тигр уходил глубже в заросли, но продолжал крутиться поблизости. В деревню, как вы понимаете, я вернуться не могла. Так продолжалось несколько дней и ночей. В конце концов, вы решили прорваться с боем? Да. Если полосатому чудовищу и суждено было мной полакомиться, то сделало бы оно это как минимум без одного глаза. Не пускал и не нападал. Обычно хищники себя так не ведут. Верно. А еще меня мучает мысль, что Тигр мог оказаться моей же выдумкой. Пусть во второй раз у вас все получится. Надеюсь, ведь Прокофий будет со мной. Наверное, мы некоторое время будем отсутствовать. Кстати, возьмите эти пять алмазиков за угощение. Удачной поездки! С нетерпением буду ждать вашего возвращения. О, Алиса, вы уже вернулись из Китая? Я и не летала. Уже не к кому. Мудреца там больше нет. Что с ним случилось? Говорят, он подчинил себе удачу. Переехал в Лас-Вегас и отказывается кого-либо принимать. Днями играет в рулетку. Уже два казино разорил. В общем, я в отчаянии. Вот так новость. Неужели нет другого способа вам помочь? Если бы я знала о таком, то уже бы воспользовалась им, поверьте. Я могу поговорить с королевой. Она наверняка сможет что-нибудь подсказать. Чем местная звезда вечеринок может мне помочь? Королева знает толк в вопросах борьбы с призраками. Думаю, она сможет что-нибудь подсказать и по вашему вопросу. В моем положении выбирать не приходится. Спасибо вам большое. Меня пока рано благодарить. Сперва нужно поговорить с королевой. Королева, что вы знаете о проклятиях? Проклятия? Это же группа. Последний альбом у них неплох. Но, честно говоря, такая музыка сейчас не в тренде. Я про настоящие проклятия. Те, от которых, например, человеку постоянно не везет. Хмм. Ну, они бывают разные. Магические, родовые, предсмертные. А кто жертва? Алиса Кэрол. У меня есть одна идея. Знаете, я сейчас неплохо так психологией увлеклась. Мне кажется... Нет, я почти уверена, что Алиса не проклята. Алис считает, что она проклята. А в чем разница? Ох, это сложно объяснить. Я сама только с третьего раза поняла. Если думать о чем-то, оно появляется. Слышали когда-нибудь про то, что мысль материальна? Да. Тут то же самое. Алиса сама является причиной своих неудач. Потому что она очень сильно верит в то, что несчастья должны с ней случиться. Понятно. Тогда мы можем как-нибудь помочь мисс Кэрол. Да. Правда, придется обратиться к специалистам. У нас в городе как раз открылся Центр психологической помощи по самым разным вопросам. Нужно убедить Алису обратиться к ним. Вот их буклет. О, благодарю. Алиса, есть и идея, как вам помочь. Замечательно. Вы нашли еще одного монаха-отшельника или придумали что-то еще? Королева считает, что ваши проблемы носят менее мистический характер. Хммм, можно узнать подробнее. Вот буклет. Там все написано. Центр психологической помощи. То есть, я все выдумала? Ни в коем случае. Но есть, по крайней мере, одна причина обратиться туда. Это какая же? Королева их очень рекомендовала. Правда, не объяснила, почему. Она мне также одну группу нахваливала. Оказалось, песня у них что-то среднее между скрипом песка по стеклу и пензопилой, разрезающей железяку. Полночи потом заснуть не могла. Ладно, других вариантов у меня все равно нет. Верно. Тогда решено. Я позвоню им и запишусь на прием. Расскажу потом, как все прошло. Конечно. Как прошел ваш визит в Центр психологической помощи? Меня внимательно выслушали и сказали, что могут помочь. И это все? Да. Это все, что мне успели сказать. Потом во всем здании включилась сигнализация. Что там случилось? У доктора на столе стояла такая любопытная безделушка. Я нервничала и крутила ее в руках. А потом оказалось, что это зажигалка. В общем, начался пожар. Какой ужас. Никто не пострадал. К счастью, обошлось без жертв. Все успели выбежать наружу. Понятно. Что вы планируете делать дальше? Я решила пройти курс в Центре помощи. Правда, немного позже. Они закрылись на ремонт после пожара. И еще. Да. Спасибо, что посоветовали мне обратиться туда. Вот, возьмите эти алмазики в благодарность за вашу заботу. О, благодарю. Ну что, ребят, на этом серия заканчивается. Большое вам спасибо за просмотр. Мы, кстати, подняли уровень на 20. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.